Ирина Владимировна, начальник отдела культуры на мастерской работе и управления испытанием культуры и охраны культурной спальщины Николаевского района. Сегодня выставка друга Николая, Вахер Солнцева, который здесь раньше все работали для фонаря. Скажите, ваши впечатления о его работах? Как вы считаете, приуроченный к Дню Суборности Украины, это тоже очень важно, то есть такая гражданская позиция? Вот так. Самый этот день мы открываем выставку на знак соборности всех частей нашей страны, на знак того, что и Николаев – это место, которое влияет эту украинскую душу. Те, что мы видим в работах художника, который сегодня выставляется, мы видим его не показный, стриманный колорит, но мы видим ту сутность и глубину его души, которую он является в своих работах и в пастилях, и в каверенях, и в масле художниках, и в работе из дома. И даже близко к сердцу нашего Николаевского целая серия работы на корабльную тематику, на судно-будывание, и мы имеем надежды, что они еще справятся на будущее. А сейчас я запрошу миколаевцев отведать эту выставку, чтобы доткнуться до реалистичного пейзажа нашей украинской природы, до Кенбургского поста, до Таврии, славнозвісного, и, естественно, спела много творческих личностей. И именно этим Владимиром Ивановичем, художником, которые экспонируются сегодня. Потому что и стримкие потоки речка, и старая верба, которую мы видим на его пейзажах, и вся эта реалистичная, планерная и живопись, не випадково он называется барбизонером. Одна из нас выставили барбизонером, потому что он наследует барбизонскую школу французских медицинских. Увага до того, что оточивает нас сейчас, тут, именно в этот момент. Это непоказная работа, непоказная природа, но она открывает в нас найкрашные чувства и найкращие рейсы бывших ваших. А сколько выставков рейдится? До другого лютого. Спасибо.